Жена Джонни Деппа, это жена Джастина Тимберлейка, это жена Джастина Бибера Всем привет, меня зовут Даша Кей и сегодня я хотела поделиться несколькими стильными прическами Хейли Бибер У нее есть несколько культовых причесок, которые я бы хотела сегодня повторить Она жена Джастина Бибера и не только поэтому ее все любят Еще она сама как инфлюенсер развивается в инстаграме и задает модные тенденции Мне она нравится, но я не ее фанат, но прически ее классные, я бы хотела их сегодня повторить и адаптировать под свою жизнь Первая прическа это гладкий пучок с косым пробором Я разделяю волосы на боковой пробор, делаю я его не часто, мне кажется это прям такой запоминающийся стиль Хейли Дальше использую пену вместо геля, чтобы убрать пушки, но сохранить объем Вычесываю маленькой расческой и использую уже расческу побольше, чтобы захватить все волосы Делаю высокий хвост с помощью резинки с крючками Беру еще немного пены, обрабатываю кончик хвоста, закручиваю и завязываю все в гульку Гулька должна быть достаточно плоской Я оставила челку для того, чтобы убрать ее на бок Аккуратно закалываю ее сзади Так как волос у меня не сильно много, особенно у лица и более высокий лоб, чем у Хейли Я буду использовать краску баллончик После чего ватной палочкой я дублирую пробор и готово Наш первый стильный вариант это гладкий высокий пучок с косым пробором Ах, эта прическа вызывает просто восторг Она добавляет элегантности и вытягивает фигуру Но перед тем, как перейти к другим прическам, я должна смыть все свои укладочные средства И очистить кожу головы, чтобы волосы блестели Я использую шампунь для роста волос Алирана Фарма Кэ Формула Кератинового восстановления Шампунь обогащен натуральными компонентами с доказанной эффективностью Стимулятор роста Анагейн увеличивает рост волос на 78% И запечатывает секущиеся кончики Кератин разглаживает волосы, восстанавливает повреждения Идеально для нашей следующей прически Следующим этапом использую бальзам Алирана Фарма Кэ Его я наношу только на кончики, чтобы избежать спутанности и хорошо напитать их Использую регулярно, можно получить красивые и здоровые волосы, о которых вы всегда мечтали Прическа начинается с гладкости и здоровья волос Ссылки на продукты оставлю в инфобоксе под видео Косой пробор и вывернутые кончики Казалось бы, что тут делать? А нет, у этой прически самая большая подготовка На мокрые волосы я наношу пенку Потому что чем проще прическа, тем сложнее ее сделать Потому что она должна быть идеальной Стараясь оторвать корни и сушить в обратном направлении Для того, чтобы появился объем И хорошо просушиваю их феном Дополнительный объем и стойкость придаст гофре Старый метод, который почему-то многие недолюбливают, но я обожаю Моим волосам он действительно дарит объем надолго А это главная задача на первых этапах подготовки к прическе Теперь тот самый косой пробор Лежать он должен красиво Я начинаю в той области, где у меня возвышается бровь Я почему-то в школе очень часто носила косой пробор Но сейчас люблю прямой И очень редко экспериментирую с косым пробором Поэтому мне было интересно повторить эту прическу Я начинаю подчесывать корни волос Для того, чтобы добавить еще больше объема Объем, объем, объем В этой прическе это действительно важно Потому что именно так можно получить вау-эффект Подкрученные кончики Их можно подкручить с помощью Дайсона, если он есть Но это абсолютно не обязательно, потому что плойка делает ничем не хуже А может быть даже лучше Я беру крупную 32 мм диаметром плойку И подкручиваю ей кончики Вторая прическа это косой пробор и вывернутые кончики Это трендовая прическа, которая придает волосам легкость и жизнь Я люблю эту прическу за то, что в ней я выгляжу очень благородно и аккуратно Мокрый пучок с прямым пробором Ее как делать я показывала в шортс Это простая прическа, которую можно сделать на грязные волосы, к примеру Небрежный пучок Эта прическа добавляет романтичности Ты как будто бы идешь на свидание, но в то же время можно ее использовать на каждый день Мне кажется, это будет создавать образность Прическа это важный инструмент, которым ты можешь варьировать свое настроение Сделая прическу Есть даже такая, по-моему, поговорка То ли у какой-то известной актрисы Много кто говорил о том, что прическа очень сильно влияет на настроение В том числе на настроение окружающих Этот пучок можно собрать даже из волос Вчера легла спать с мокрой головой Или она высохла естественным способом Главное выпустить пряди И сильно туго его не стягивать Выпущенные пряди я начинаю подкручивать Конусной плойкой Или плойкой-морковкой, как я ее еще называю Мне нравится, что она создает разного диаметра кудри И они долго держатся Вот такая вот романтичная прическа получилась Если обработать ее немного лаком И убрать пушистость Она становится более деловой Можно даже пойти в офис Но на свидание точно Напишите в комментарии, какая прическа вам понравилась больше Но впереди у нас еще один образ И наша последняя, но не менее важная прическа Она добавляет объема волосам И создает какую-то подвижность, дерзкость Для нее мне понадобятся просто высушенные стандартно феном волосы И плойка-морковка Ее я ставлю сверху вниз Чтобы самые маленькие кудри были на кончиках Совсем кончики я не накручиваю Они должны оставаться прямыми И так накручиваю всю голову Получаются ломанные кудри Максимально естественный эффект Теперь я расчесываю волосы И на них появился небольшой пушок Буду использовать стайлинг Это кремовый слабо фиксирующийся стайлинг Который нужен для того, чтобы как раз таки убирать И приглаживать волоски Эффект у него будет максимально натуральный И эта крайняя прическа, которая у нас получилась Мой личный фаворит Она добавляет объема волосам Делает их более живыми и современными Это были все прически, которые я хотела повторить От Хейли Бибер Пишите в комментарии, какие прически знаменитости вам нравятся И какие стоит повторить А с вами была Даша Кей Спасибо за просмотр Пока-пока Увидимся в следующих видео Не забудьте оставить комментарий У вашей любимой прически